Сейчас в студии, где дважды в день идет прямой эфир новостей пусто. И у меня есть уникальная возможность осуществить свою детскую мечту. Хотя думаю, что об этом мечтали и мечтают до сих пор многие. Посидеть в кресле ведущего новостей. Или нет, лучше в кресле гостя. Например, на программе «Перекресток». Или нет, постоять за камерой. Хотя нет, об этом я точно не мечтала. Об этом с детства грезил наш старейший оператор Анатолий Холин. Представить канал «12» без этого человека невозможно. Его глазами мы видим большинство городских событий. И взгляд этот уже давно отточен. Однако, стоя перед камерой не в качестве оператора, Анатолий не на шутку растерялся. Я в уютной себя чувствую только с обратной стороны камеры здесь. И там, по ту сторону камеры, Анатолий как рыба в воде с 98-го года. С тех пор отсняты тысячи километров пленки. И сегодня ее особенно приятно отмотать к началу. А здесь 1991 год. Новая страна и новый канал. Канал «12». Однако это не единственный день рождения. Был в судьбе первого городского 98-й год. Тогда, после разъединения с телеканалом «Провинция», канал «12» по сути создавался заново. Новое помещение из двух маленьких кабинетов и новые планы. Как, впрочем, и всегда. В компьютерах тогда речь не шла. Это были либо печатные машинки, где нужно было обязательно печатать два экземпляра через копирку. Один уходил ведущему, второй техникам эфира. Либо это просто под копирку писали от руки. Так как разложить все эти листочки, 35-37 штук было негде, они лежали на полу. И первый выпуск новостей у нас выходил с отпечатанными ногами на листах. И таких курьезов сотрудники вспоминают множество. Например, по документам, каналу «12» в этом году не 22, а 1000 лет. Вот смотрите сами, 1013 год, дата регистрации. Своё день рождения канала и у старшего трафик-менеджера Светланы Смирновой. 2008 год, 11 февраля. Переход на самопрограммирование. Именно в этот день канал «12» обрёл окончательную самостоятельность. Днями, ночами не спали, приходили на работу к 9, уходили в 2 ночи. Считаю, косяков было мало, минимум. Но, тем не менее, всё было, кажется, хорошо. Сегодня канал «12» вещает круглосуточно. Новости, программы, фильмы. А в этом году команда «Первого городского» успешно освоила формат ток-шоу. И останавливаться не собирается. Главный редактор никому расслабиться не даст. И даже в праздник работа не прекращается. В службе информации готовят новости. И без отрыва от производства поздравить бывших коллег пришли Алексей Канаев и Полина Веленская. В своё время они руководили каналом более 10 лет. Вы радуете горожан новостями, середачами интересными, рассказываете о том, что происходит. Это, наверное, здорово. И рейтинг канала, он как бы высокий. Я думаю, что будет сохраняться столь высоким ещё долгие-долгие годы. Потому что всегда канал 12 – профессиональный коллектив с момента создания. И до сегодняшнего дня я уверен, что так оно будет и дальше. Вот такой он первый городской, с богатой историей и с не менее насыщенным будущим. А оно в людях, в тех, кто вновь приходит работать на канал 12. И среди них техника эфира с недельным стажем работы Юрий Кузьмин. Теперь он тоже часть дружной команды. Я в курсе. Да, да, да. Я сейчас полагаю.